С вами новости спорта, я Марина Азиабина. Здравствуйте и начну с велоновостей. В Италии на первом этапе Кубка мира по паре велоспорту вновь отличились наши земляки Сергей Пудов и Арслан Гельмудинов. В индивидуальной гонке они стали победителями в своих классах. В групповой Сергей тоже выиграл золото, Арслан был седьмым. В общем зачете Планетарного Кубка Пудов является сегодня лидером Гельмудинов четвертый. 17 мая стартует в Бельгии второй этап. Выступала в составе сборной России на международном турнире только по маутинбайку Швейцарии и ижевчанка Анна Миролюбова. Она финишировала 20-й и показала среди россиянок третий результат. Напомним, что это для Анны был дебютный старт среди гонщиц группы элита. Впереди у спортсменки два этапа Кубка Планеты в Германии и Чехии. Далее вести из Москвы с первенства Европы по игре ГО. Ижевчанка Радмила Пономарева заняла второе место среди девочек до 12 лет. Отметим хорошее выступление на этом турнире и Маргариты, и Даниила Пономаревых, Динара Мулина, Виктории Щениковой. К другим темам в эти дни в Адмуртии проходит первенство республики по баскетболу среди юношей 2007 года рождения и моложе. В турнире участвуют 9 команд из Ижевска, Воткинска, Сарапола и поселка Игра. На некоторых матчах побывала и наша съемочная группа. На линии баскетбольного огня два амбициозных молодых тренера одной спортивной школы, третьей и двух ижевских команд «Скала» и «Импульс». Игра между их коллективами архипринципиальная. Поэтому ни сами наставники, ни их подопечные на интервью не согласились. Все были в игре. За ними пристально наблюдали соперники по этому турниру баскетболисты местного восхода. В этом матче за кого болеть можно? Наверное, за дешево, да? Да, за дешево. Почему? Нам кажется, что они посильнее. Да, они посильнее. А «Скала»? «Скала»? Да, и в этой игре надо набраться опыта. Первенство Удмуртии среди команд юношей 2007 года рождения собрало достаточно много команд, говорят организаторы. Девять. А все потому, что этот старт впервые является отборочным для участия в турнире рангом. В первую очередь, это, конечно, выявление сильнейшей команды среди 2007 года рождения, для того, чтобы определиться, кто поедет на первые официальные российские соревнования зонального первенства России, которое начнется уже осенью. Для 12-летних ребят это будет первый опыт участия в официальных российских соревнованиях. Поэтому цена победы в турнире очень высока. Одним из фаворитов является команда «Восход» 2007. Мы играли уже со «Скалой», с поселком играли. Кто больше всего запомнился? Поселок игра, да? Да, поселок игра. Почему? Ну, мне как-то было поинтереснее играть, чем с остальными. Там мы отрабатывали всякие комбинации и старались как бы тренироваться. Победитель соревнований определится 16 мая. А в упорном противостоянии «Скалы» и «Импульса» сильнее оказались вторые 25-22. Серьезная борьба развернулась и на паркете Ижевской медакадемии, где прошел всероссийский турнир памяти заслуженного тренера Удмуртии, мастера спорта Владимира Корытко, в прошлом игрока национальной суперлигии, наставника студенческого клуба «Университет», которого все помнят и чтят до сих пор. Вадим Михайлович, он по жизни был как бы таким центром, который стягивал с себя людей. Люди хотели с ним общаться, хотели с ним как-то взаимодействовать как на площадке, так и в жизни. В первую очередь это традиция, баскетбольные традиции и передаем навыки, чтобы люди знали тех людей, которые были до них. Этот турнир традиционный девятый по счету собрал в этом году команды из Уфы, Кирова, Соликамска, Набережных Челнов и Ижевска. Его победителями стали в итоге кировские баскетболисты. Сборная с шор номер три остановилась в шаге от педестала. 17 мая у игроков Удмуртии 2004-2005 годов рождения первенство республики в Машге. Ижевский «Зенит» тем временем провел очередной домашний матч в рамках первенства ПФЛ. Пронимали наши футболистки дубль уфимской команды. Эта встреча завершилась ничьей 2-2. Следующая игра у Ижевчан 16 мая на выезде их соперникам. На этот раз будет «Урал-2» из Екатеринбурга. А теперь подведем итоги детского футбольного турнира «Большие звезды светят малым». Это уникальный проект. В его рамках известные российские игроки проводят именные турниры на своей родине. Они помнят свою первую команду, первого тренера, не забывают о том, что нынешние мальчишки тоже мечтают о большом футболе. В Ижевске это был дивизион Григория Морозова. Он воспитанник местной школы футбола, ныне игрок московского «Динамо». На эти соревнования приехали гости из близлежащих городов. Интересное соревнование, толчок для детей, чтобы съездить первое-второе место, кто займет в Анапу, показать себя там среди 89 команд российских дивизионов футбола. И наш турнир проходит очень, так сказать, с большими масштабами в плане наградной атрибутики. То есть для детей мы стараемся как можно больше сделать подарков, и чтобы почти все получили какой-то приз, память о нашем турнире. Победителями стали футболисты казанской команды Академия Рубин-Ижевский клуб. Торпеда ИТМ занял третье место. И 23 мая они поедут в Анапу на всероссийский этап. Это была последняя информация выпуска. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова